В нашем городе участились случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Саровченко выставила на продажу детскую коляску за 7 тысяч рублей. Покупатель предложил общаться в другом мессенджере и прислал ссылку на интернет-доставку. Женщина перешла по ней, ввела свои персональные данные, после чего с её карты пропало 20 тысяч рублей. Гость нашего города попал в курьёзную ситуацию, заказав в интернете эскорт услуги. Он связался, ему ответили, что вопросов нет, девушки приедут, надо отправить сначала 500 рублей, потом ещё 5000 рублей, потом 20 тысяч рублей, потом 40 тысяч рублей. Тот оператор, который с ним общался, говорил, что очень много заказов, надо предоплату, гарантийные обязательства и так далее. И в итоге девушки никак к мужчине не приехали, и мужчина отправил мошенникам 93,5 тысячи рублей. Нередки случаи обмана во время сделок купли-продажи на известных торговых площадках в сети. Так Саровченко выставила на продажу фотоаппарат за 120 тысяч рублей. Покупатель нашёлся в Белоруссии. Товар женщина отправила ему транспортной компанией. Преступник его получил, отправил продавцу скриншоты о переводе денежных средств. Но оплата так и не поступила на её счёт, а телефон мошенника стал недоступен. У нас есть факты, когда в социальных сетях нашим жителям приходят сообщения, где представляются знакомыми, которые записаны у них в друзьях, и просят одолжить энную сумму денег. Сумма составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей. Это один из самых древних видов интернет-мошенничества. И, к сожалению, он работает и сегодня. Верный способ не попасться на удочку мошенников – ни в коем случае не вступать в диалог с написавшим, а позвонить написавшему и разобраться в ситуации. Одним словом, торопиться с переводом денежных средств точно не стоит. На торговых площадках также нужно быть бдительным. Использовать только те доставки, которые предлагает данная интернет-площадка. Также пользоваться безопасной сделкой. То есть сделкой, когда вы перечисляете денежные средства на счёт площадки. И после того, как получаете либо продавец, либо покупатель получает товар, соответственно, делает отметку, что именно соответствующего качества товар получен. В общей сложности с начала года сыровчан-мошенники обманули на 25 миллионов рублей.